Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Обсудим очередной видос с распаковкой. Чем питаются украинки в Германии? Распаковка продуктов на 30 евро. В общем, ребят, очередной отстой, очередной фуфло. Кому нужна эта распаковка? Кому интересно, что они покупают? Чем питаются украинки в Германии? Это я понимаю. Если бы они зарабатывали свои деньги и на свои деньги покупали продукты и якобы показывали, что вот, мы можем себе это позволить, и это позволить, и это. А тут посидели в стриме, настримили бабосов и пошли затарились кока-колой и чипсами. Очень смешно. Да причем, знаете, за халявные, за халявные деньги. Ну, получается так. Показывают, что купили. Два яблочка. Яблочки дорогие, да, аж по 3 евро. Поэтому только два яблочка купила себе Настенька. Одно уже слопала, не выдержала. Угу. Анька купила себе две бутылочки кока-колы. Маленькие, небольшие. Почему две маленькие? Потому что она лучше выпьет одну и забудет, чем будет видеть, что у нее литровая бутылка есть и будет ее пить, пить и еще раз пить. Слушайте, так две же купила. Маленькие. Одну выпила, забыла. Вторая есть, вторую выпила только когда. Вторую выпила, только тогда и забыла. Получается так. Чипсы. Это не Насте, это мне. Какая разница? Кому? Насте? Не Насте? Что, типа Насте на диете получается? То уже Насте не надо есть чипсы, то есть нельзя есть чипсы. Вроде как про диету ничего не говорили. Ну, знаете, если уж тут выбирать, да, кому можно, кому нельзя чипсы. Но мне кажется, еще Насте куда не шло, можно эти чипсы погрызть. Ну, а Анька кола с чипсами. Ну да, ну да. Я еще про пробитое дно, ребят, видос не смотрела. Я только пробежалась по этой распаковке, что они там набрали. Колбасочку, да, очень-очень полезная еда. Ну, а по акции две упаковочки по 150 грамм. Ножки куриные, да, тоже на супчик. Настенька очень полезный суп варит. Она сначала ножки эти обжаривает, да, на подсолнечном или оливковом масле. Сначала обжаривает, для полезности, наверное. А потом уже в кастрюльку это все кладет. Офигеть, ребят, уже бы хоть не говорили, как она готовит этот куриный суп. Куриный суп, он должен быть действительно полезный, да, а не жареный суп. Мало того, что пережарки постоянно добавляются, так еще и курочку надо ножки поджарить. Я просто не могу, ребят. Что они еще там купили? Ну, правда, они еще там чуть не переругались, потому что у Аньки, видите ли, видать, там ножки заболели. Ей срочно надо было сесть, а Настике встать, да, для того, чтобы доснимать. Причем близко-близко распаковку снимали. Не то, чтобы издалека и показывали все продукты, да, а прямо уж приближенно. Какие чипсики, да, какие там макарошки, спагетти купили. Потом баклажаны. Ну, ладно, если баклажаны готовятся, скажем так, полезно, это хорошо, да. Но так как приготовили девицы и нам показали, там жареные, пережаренные, и плюс еще какой-то там кетчуп, соус сверху, все это измазюканно вредностью. Ну, и какая польза от этих баклажанов. Ну, ладно, дальше еще там брокколи, что ли, они купили. И суп решили с брокколи сварить. Ну, и с грибочками, да, с грибочками. Только вот Настя никак не хочет грибочки кушать, да, потому что от грибочков ей плохо было. Они же постоянно травятся. То от грибочков, то от черешни. А может, это совсем и не грибочки, и не черешня? А может, это, знаете, в жидком виде что-то доставляет им такой дискомфорт и такое плохое состояние? А все списывают то на черешенку, то на грибочки, то еще что-нибудь купят, да, и опять плохо становится. Дальше там какой-то сливочный сыр, две упаковки. Одна упаковка на бутерброды, вторая для баклажанов или для чего там они купили этот сыр сливочный. На 30 евро, главное, на 30 евро. А рыбку же надо еще срочным образом готовить, а то уже размораживают ее несколько раз. Разморозят, заморозят, разморозят, заморозят. Ну и сливочное масло, которое, опять же, не оценили, да. Масло, говорит, все одинаковое. То есть разницы нет. Какое бы ни купили масло, оно одинаковое. То есть невкусное, безвкусное. Как всегда, в Германии у них все невкусное. Наверное, кроме красной рыбки, что там еще, креветочек. Вот это, похоже, очень вкусно, очень вкусно. А, да, масла нет. Масло невкусное. Ну, я уже, если честно, абсолютно ничему не удивляюсь. Потому что одни сплошные возмущения. Кстати, там, похоже, в этом видеоролике, где пробито дно, там опять, наверное, истерика и скандал. Ну, я думаю, что уже, возможно, на завтра отложу обзор этого видеоролика. Потому что я все не успеваю. А мне не хочется делать обзоры большие, да, сразу на два видоса. Ну и дальше там еще помидорки. И мне так смешно было, да, когда Анька сказала, напишите, что вы думаете по этому поводу. По поводу чего? По поводу чего? Я понимаю, когда я говорю, пишите, что думаете вы. По поводу видеоролика и по поводу обзора. И, возможно, у меня мнение не такое, как и у моих зрителей. Но здесь, что вы думаете по этому поводу? По поводу закупки или по поводу чего? Или по поводу цены? Вот так смешно, когда она повторяет за мной. Анька, ну, ты какие-нибудь свои слова уже придумывай. Хватит уже повторять за еще в придачу обзорщицей. Очень смешно получается. Ну, дальше они там уже показали эти баклажаны, эту рыбку внутри с лимоном. Одну они на двоих запекли или зажарили, а вторую решили оставить на потом. Ну, вот к чему этот видос? К чему? Им поэтому и пишут негативные комментарии. Кому интересно, что они купили? И что они там едят? Ну, кому интересно? Да, наверное, тех, кто собирается в Германию приехать. Да? Они посмотрят, что девицы покупают такие эксклюзивные продукты. Да? И им захочется тоже. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok